В 2023 году Азербайджан увеличила импорт нефти в 4 раза, в основном из России. В стране снижается добыча и поддержать экспорт можно только закупками сырья за границей. Для обеих стран такая торговля пока выгодна, отмечают эксперты. Баку получает нефть со скидкой и больше экспортирует более дорогого своего сырья или продает российское по цене своего. Российские компании в свою очередь избавляются от головной боли, если им приходится использовать дорогой и рисковый теневой флот, а потребители находятся в Азии или на Ближнем Востоке. Об этом пишет и Дейли. За 11 месяцев 2023 года Азербайджан импортировал 1,78 миллиона тонн нефти стоимостью 994 миллиона долларов, это более чем в 4 раза больше, чем в январе-ноябре 2022 года. Такие цифры публикует Интерфакс Азербайджан со ссылкой на Госкомитет по статистике страны. Агентство приводит данные о том, что крупнейшим поставщиком выступает Россия. На нее пришлось 65% азербайджанского импорта, 1,17 миллиона тонн. Также Азербайджан закупал сырье в Казахстане и Туркмении. Последние годы в Азербайджане снижается добыча и стране необходимо поддерживать экспорт. В этой ситуации схема импорта российской нефти со скидками схожа с поставками российского газа в Азербайджан зимой 2022-2023 годов. Тогда Газпром поставил в страну до 1 миллиарда кубометров, а Баку сохранил уровень экспорта в Европу, продавая Каспийский газ по высоким ценам. Интерфакс Азербайджан сообщал со ссылкой на Газкомстат и Таможенный комитет о том, что добыча нефти и конденсата по результатам всего 2023 года снизилась в стране на 7,5% до 30,2 миллиона тонн, а задекларированный экспорт нефти сократился лишь на 0,08% до 26,5 миллиона тонн. При этом бакинский НПЗ увеличил переработку и экспорт нефтепродуктов вырос на 20% до 925 тысяч тонн. Азербайджану безусловно выгодно закупать российскую нефть из-за разницы цен. Они могут импортировать нефть со скидкой и потреблять ее на внутреннем рынке. Это позволяет высвободить объемы своего сырья под экспорт. Кроме того, часть российской нефти в переработанном виде может экспортироваться даже в ЕС, так как это не запрещено. Индия пошла таким путем, говорит ведущий аналитик ФНЭП и эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Правда непонятно, куда и какая нефть идет, замечает эксперт. До последнего времени единственный маршрут нефтепровод Тихорецк-Баку работал с небольшой нагрузкой и только в прямом направлении, в сторону России. Во втором полугодии прошлого года обсуждался реверсный режим работы нефтепровода Тихорецк-Баку, в сторону Баку. Такие идеи были от Роснефти и Минэнерго, загрузить бакинские НПЗ объемами до 4 миллионов тонн нефти в год. Но сообщения о достигнутых договоренностях не было, поясняет ведущий аналитик ФНЭП. Он считает, что перевод нефтепровода в реверсный режим принесет немало хлопот, если поставки не превратятся в глобальный проект. Реверсная работа нефтепровода остановит прием нефти из Казахстана и Туркмении в порту Махачкалы. Потому что сырье поступает в нефтепровод и представляет собой достаточно тяжелые сернистые сорта, которые Азербайджан не будет принимать. Поэтому реверсная работа нефтепровода Тихорецк-Баку несет сомнительную выгоду. Другое дело продолжение нефтепровода в Иран с выходом в Персидский залив и созданием мощностей по поставкам нескольких десятков миллионов тонн в год. Однако самому Азербайджану это невыгодно. Точнее Турции, его союзнику. Она строит канал параллельно проливу Босфор и заинтересована в том, чтобы танкеры в будущем шли по нему и платили за проход, поясняет Игорь Юшков. Возможно, российская нефть вообще не попадает в Азербайджан. И речь идет о своповых поставках, когда определенные объемы азербайджанской нефти остаются в стране, а в обмен на экспорт идут такие же объемы российской нефти. Например, в Израиле и Турцию, куда Азербайджан активно поставляет сырье. В Измире работает НПЗ, стар азербайджанской газкомпании «Соука». Завод обеспечивает потребности Турции на 25%. В пользу версии о своповых операциях говорят данные сайта экспортно-импортных деклараций Import Genius. По его данным, в 2023 году трейдер «Соука» закупал сырье у российской Татнефти с точкой доставки в Новороссийск, где нефть грузили уже на танкеры, зафрахтованные «Соука Трейдин». В прошлом году в Баку сообщали о двух встречах руководства Татнефти с главой «Соука» и министром экономики Азербайджана. На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений с ПАО «Татнефть». В ходе обсуждений рассмотрены приоритетные направления сотрудничества с компанией, возможности взаимодействия в сфере энергетики, а также проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Говорилось в одном из сообщений азербайджанской стороны. В прошлом году обменные операции получили поддержку у властей страны. В налоговый кодекс Азербайджана внесли соответствующие изменения. В течение трех лет с 1 января 2024 года в стране действует освобождение от налогообложения при своп-операциях по импорту нефти и газа в страну, сообщало агентство «Репорт». Ведущий аналитик ФНЭП Игорь Юшков считает, что прямые или своповые поставки нефти в Азербайджан выгодны России в краткосрочной перспективе, тем, что у российских компаний нет транспортных издержек. Особенно, если бы в ином случае нефть пришлось доставлять азиатским потребителям. Во-первых, количество танкеров теневого флота, которые перевозят российскую нефть, ограничено. Во-вторых, его услуги – это недешево. Стоимость фрахта растет. А если сейчас будут еще и проблемы с проходом через Суэцкий канал и Красное море, то это еще больше удорожит логистику, в то время как нам в любом случае необходимо идти на азиатские рынки. Поэтому, чем больше мы сможем продать нефти на ближайшие рынки, тем выгоднее, поясняет эксперт. В правительстве Азербайджана прогнозируют, что снижение добычи нефти в стране продолжится. Как сообщает Интерфакс Азербайджан, в 2027 году планируют получить 26,9 миллиона тонн нефти, на 11% меньше, чем в 2023 году.